Дорогие друзья, добрый вечер! Сегодня затронем тему одной из самых острых в нашей повседневной жизни. Это наши попытки воспитать, я уже не говорю воспитание, а попытки воспитать молодых людей в возрасте так называемым переходом между детством и взрослостью. «Что мне делать?» – пишет мать или бабушка. «Мальчик перестал слушаться, перестал молиться, перестал поститься, стал грубить, стал то, другое, третье, пятое, десятое. Мальчик». Спрашиваешь, «Сколько лет мальчику?» – «Четырнадцать». Ну, спасибо, что не двадцать четыре. У некоторых двадцать четыре бабушка. Ребёнок. Избави Бога! Первое и главное заблуждение, базовое заблуждение – это наше, взрослых людей, отставание от детского перехода во взрослость. Они уже давно не мальчики, не девочки. Они уже юноши и девушки. Другое слово. Но за этим другим словом стоит другая реальность. Другая жизнь. Другое отношение. Если нам по какой-то причине не удалось предотвратить вот этого вот юношеского перелома, этой тяжёлой фазы в жизни многих молодых людей, ну, что делать? Надо принять это как факт. Ну, как знаете, хорошее очень сравнение, как гусеница превращается в бабочку, или там ящерица линяет, меняет кожу. Непростая фаза. Будьте внимательны и осторожны во время этой фазы. А помните, что это другой человек. Вы привыкли, что это ребёнок. Что можно сказать ему – поди, встань, сядь, слушай, я тебе сейчас всё объясню. Поэтому нельзя. Больше не работает эта система. А что делать? А где, так сказать, где позитивная сторона? Чего нельзя – понятно. А чего нужно? А нужно, знаете, вспомнить, что Господь нам дал только один язык, два уха и два глаза. Средства восприятия гораздо более мощные, чем средства выражения. Вот их пускайте в ход. Слушайте и смотрите. Слава Богу, ну, всё-таки, в большинстве случаев это так есть, что этот юноша или эта девушка разговаривает с вами, обращается к вам с чем-то. Пускай даже невежливо, пускай даже невежливо, пускай непочтительно, пускай что-то такое несерьёзное они говорят, какую-то нелепицу они несут. Слушайте с вниманием, с уважением. Старайтесь из этой нелепицы выбрать что-то, над что можно опереться. Поддержать эту молодую душу, поддержать ваш контакт с ним. Выслушайте его в десять раз, не перебивайте. Старайтесь отвечать на вопросы, как можете. Где-то, может быть, мягко, где-то уклончиво. Всегда с любовью и с уважением. И на одиннадцатый раз они вас тоже выслушают. Помоги Господню. Продолжение следует...